Всем привет, меня зовут Саша и вы смотрите Парфюм Сторис. Каждую неделю я делаю обзоры на ароматы из моей коллекции, на какую-то определенную тему из сферы культуры, искусства, литературы, кино и многого другого. Сегодня у нас тема фильм Матрицы. Итак, какие же ароматы я ассоциирую именно с этим кино? Уд Минераль от Топфорд, Медуза от Вороной, Ультравайлет от Пак Рабан и Никита от Сандро. Обязательно досмотрите до конца, потому что в финале я по традиции и нанесу на себя аромат, который соответствует моему сегодняшнему настроению и образу. Так что поехали точнее. Следуйте за белым кроликом. Парфюм Сторис. Ну что, добро пожаловать в Матрицу. Давайте начнем обзор с аромата Том Форд Уд Минераль. Но прежде я хотела бы немножечко пару слов рассказать о фильме. В 1999 году, когда весь мир готовился к концу света, кто-то закупал спички, туалетную бумагу, а вот тогда братья, ныне сестры Вачевски, сняли свой культовый боевик, культовый фильм, экшен, просто шедевр, Матрица. Это такой симбиоз и философии какой-то глубинной разных стран, и священного писания, и киберпанка стиля, и какой-то антиутопии, фантастического экшен-боевика. В общем, все собрали и получили киношедевр, который стал, на самом деле, ассоциацией у многих с обходом в эпоху миллениума. Так вот, я бы хотела начать с персонажа по имени Нео, собственно говоря, самого главного героя. В обычной жизни он Томас Андерсон, а в перерождении уже Нео. Мне кажется, ему бы подошел идеально аромат под названием Good Mineral от Тома Форда. И вот почему. Этот аромат невероятно холодный, морской, как будто бы он только что вышел из глубин Северного Ледовитого океана. То, собственно, Нео переродился, он такой новорожденный мессия, он спаситель, он избранный, который призван вырваться из лап, собственно, искусственного интеллекта, из нереального мира Матрицы в реальный мир, в котором он спасет все человечество, значит, от машин. По сути, это такое рождение Венеры, только она родилась и вышла из пучины Средиземного моря, а наш Нео, он скорее такой, знаете, из холодных морских волн вышел Ледовитого океана. Потому что здесь такое дерево, которое омыто холодными морскими волнами, напитано солью, это белое дерево, которое горит потом, знаете, таким еще сине-зеленым пламенем. Это морская соль, это морские водоросли. Конечно, безусловно, здесь лидирующую роль играет ут. И вот это все сочетание сдержанное, холодное, но при этом такое острое, как лезвие. Это, собственно говоря, и есть наш новорожденный мессия Нео. Поэтому, мне кажется, Нео как раз благоухал бы от Минераля Топпорт. Поехали дальше. Следующий герой, о котором хотелось бы, естественно, упомянуть, это герой Морфеус. И для него у меня есть специальная скляночка-баночка. Это медуза от российского бренда парфюмерного Вороной. Этот аромат настолько же неоднозначный, многогранный, абсолютно таинственный, как и персонаж Морфеуса. Это такое, с одной стороны, явление дикого, реального мира с его какими-то глубинными слоями в почве. Потому что в основе как раз аромата этого лежит нота ветивера, которая раскрывается целым веером невероятных каких-то запахов. Это и какая-то грязь мокрая, и мокрая древесина, и влажные корни деревьев. В общем, все здесь смешалось. И это такая, знаете, бурлящая природа, которая только что проснулась. Было везде извержение вулканов. Прям природа, которая только что родилась и начинает бушевать. Это вот как раз реальный мир Морфеуса. Плюс здесь есть такое тепло. Но тепло не природное, не солнечное, а именно техногенное тепло, которое мы получаем за счет, не знаю, электроэнергии и так далее. Здесь есть абсолютно такой искусственный синтетический запах горящих проводов, дымной завесы над Норильском. В общем, что-то такое. Поэтому Морфеус это как раз и гид, и проводник Нео из мира и реального, той самой матрицы, в которой он всю жизнь жил, в мир реальности. Поэтому его персонаж как раз настолько многогранен и сочетает в себе вот эти вот абсолютно живые природные компоненты и синтетическую подложку, собственно, ту матрицу, в которой он рулит и пытается спасти мир вместе с Нео. Если хотите узнать, как для меня пахнет Морфеус, то медузы от вороной к вашим услугам. Ну и, конечно же, я не могла обойти стороной саму матрицу, этот образ. Как же он пахнет для меня? Да, матрица это такой некий виртуальный суррогат. Это замена реальности, которую прописал искусственный интеллект. И теперь все человечество живет вне реальности. Они живут в обмане, на самом деле в мире иллюзий, собственных каких-то фантазий по специальной программе, которую разработали машины. А машины в это время питаются человеческой энергией. В общем, такой мир иллюзий. Чем же он пахнет для меня? Да чем же еще? Конечно же, ароматом, который тоже вышел в 1999 году, как и фильм «Матрица» – это аромат Пакарабан Ультра Вайлет. Абсолютно натуральная сначала нота абрикоса, такой сладости, фруктов, ванили, чего-то такого романтичного, прекрасного, нежного и девичьего. Это все обман. Вот как и «Матрица». Кажется, что это твоя обычная жизнь, твой реальный мир, твоя повседневность, обычное расписание. Но нет, это не так, этого не существует. Это все картинка. И вот здесь то же самое. Это абрикос, это ваниль, все эти кориандры или пачули, что здесь есть. Это все нереальное. Это очень синтетическое, химическое, несуществующее, неземное. Вот нанося этот аромат, сначала обманываешься его сладостью, его дурманом каким-то, а потом понимаешь, что это неземное, это инопланетное, это что-то придуманное не нами, а скорее машинами или компьютером. Вот для меня «Матрица» пахнет ультра вайлет, плюс ко всему стопроцентное совпадение с годом выхода и аромата, и фильма. Поэтому попробуйте. И еще важный момент. Именно флакон 30 мл нашей «Матрицы» или Пакарабан ультра вайлет очень напоминает ту самую пилюлю или капсулу, которую в самом начале фильма Морфеус предлагает Нео на выбор. Либо ты попробуешь всю горечь и боль реальности с красной пилюлей, либо ты останешься и выпьешь ту самую синюю капсулу и вернешься в мир иллюзий, нереальностей и своих фантазий. Что выбрали бы вы? Ну и, наконец, четвертый аромат сегодняшнего обзора «Чем же для меня пахнет фильм «Матрица»» это, конечно же, для меня Никита от Сандро. Мы не могли обойти стороной героиню Тринити, самую прекрасную и, кстати, практически единственную женщину в этом фильме. «Чем же она для меня благоухает?» Это очень сильный персонаж, очень такой стальной характер у этой женщины. В принципе, она андрогинна, у нее нет явной феминности, явной женственности, но и не совсем мужественная. В общем, это такой симбиоз, скажем так, и сильной мужской стороны, и сильной женской стороны, или слабой женской стороны. В общем, инь и янь в балансе. Вот и аромат, собственно говоря, Никита про это же. Это такое... Самое что ни на есть хай-тек, самый что ни на есть унисекс, здесь есть какая-то холодность, сдержанность, лаконичность. Он такой немножечко техногенный, но правильно. И здесь все время какая-то одна нота не дает мне покоя. Я вот почитала, что сюда входит. Здесь есть и древесные ноты, и дубовый мох, и даже немножечко каких-то законсервированных в железной банке ананасов, и немножечко так смородинового листа, чтобы дерзости нашей Тринити и смелости придать. Но не дает мне покоя именно ноты березы, как оказалось, которая и является некой изюминкой, особенностью вот той самой Тринити, ее какой-то миссии. Потому что если смотреть на философскую сторону фильма, то Тринити здесь символизирует некую троицу, собственно, ее имя так и переводится. Это еще и такая отсылка немножечко к Марии Магдалине, потому что у нас, помним мы, да, что он ее в этом миссия. В общем, интересный аромат, и он многогранный, он унисекс, и мне кажется, Тринити это вот прям хай-тек, сила, холод, но при этом здесь есть еще и какая-то тонкость розы, нежность пачули, это вот та самая женская ее сторона. Сандро, Никита, но у меня это Тринити. Ну и какой же образ я примерила на себя сегодня? Угадайте, какой я аромат выберу. Конечно же, это Сандро, Никита, Тринити. И не только потому, что мне нравится этот персонаж, скорее потому, что мне нравится этот парфюм. Давайте нанесем его на себя. Пошла покорять, как говорится, вирусы истреблять. Ну а с чем же у вас ассоциируется киберпанк, миллениум, техногенность, хай-тек, да и может быть сам фильм Матрица, если вы его смотрели, скорее всего вы его смотрели. Таких не бывает людей, это только я его посмотрела практически в 35 лет. Мне очень интересно, давайте общаться в комментариях, приходите, заходите, и обязательно увидимся с вами на следующей неделе. Я обещаю, что приготовлю какую-то интересную тематику. Всем пока и увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok